А вы кто? А с какой целью? Может вас выгнали давно, а вы ходите здесь? Вы обязаны представляться. В первую очередь не мы. Друзья, вот человек, до которого я написал заявление 12 декабря. Вы обязаны представиться. Я такой-то, такой-то. Еще раз. Вы меня просили предъявить документы. Зачем мы вас всем знаем? Я сейчас не просил предъявить документы. Я вас прошу представиться. Когда вы просите человека... Я сотрудник полиции. Я прошу вас предъявить документы, сказать, кто вы. И на каком основании... А знаете, как вы обязаны это сделать? Вы обязаны сначала представиться. Такой-то, такой-то. Я сотрудник полиции. Снимай, переговоры. Обращаюсь к вам. Прошу вас представить ваше документы. Друзья, я буду держать... Вы меня знаете. А помните, как вы меня по камере-то ударили? Помните? Так вы же сами на камеру говорили. Гражданин Сорокин. Помните? А помните после вашего общения, как я в больнице травмы снимал? Помните? Я на провокационный вопрос... Нифига себе, провокационный. Провокационный. Я на... Вы предъявите документы, подтвердите, кто вы. А вы кто. А с какой целью? Может, вас выгнали давно, а вы ходите здесь. Заместите начальника отдела, подполковник и регулиров. Я не видел вашего... Я извиняюсь, у меня... Я заявление на вас 12 декабря еще написал. Может, вас уволили давно? Я на... Я не видел вашего удостоверения, честно. Вы голословно-то не говорите. Я не видел этого заявления. Что голословно? Сорокин Виктор Борисович. Номер, пожалуйста. Так вот, видно будет. Это вот, друзья, герой роликов. Герой роликов в интернете. Да что там роликов? Герой России. Я-то его знаю, потому что я сам заявление на меня писал. У нас один только вопрос. Почему, скажите, пожалуйста, весь центр города пригорожен заборчиком? Тем более, сегодня не было никаких... На все комментарии отвечают. Трактор Борисович. Да не отвечают они. Я же вам пояснил. Не отвечают. Я бы сам с удовольствием хотел бы им задавать вопросы. Я бы вам не задавал вопросы, уверяю вас, товарищ подполковник. Ну, я его, в общем-то, и не начинал. Я хотел только вот узнать, что это за люди в масках. Это не те самые люди, которые людей похитили в Новосибирске. Это что не бандиты? То есть они не будут совершать, заложников захватывать, ничего не будут делать. Нет, вы только скажите, что они не будут этого делать. И мы вам тогда поверим. Наша служба и опасна, и трудна. И порой она как будто не видна. Мы же видим, да? Смотрю, там люди сидят. Хочу у них что-нибудь спросить. Ничего. Нельзя? А вдруг там гексаген? Вы же помните, как разрывали автомобили припаркованных в домах? Мешки с сахаром, неправильно. Это же опознавательных знаков. Может быть, это террористы. Это же музей, может тут музей грабят сейчас. Вам не стыдно получать зарплату? Я в суде доказываю то, что цементный монополист выводил десятки миллиардов. Ему содействовал Толоконский, ему содействовали сотрудники МВД, коррумпированные. И прокуроры. И я не видел, чтобы вот эти вот воины, на самом деле, мне как-то помогали. Я был на второй группе инвалидности. Эти воины воевали против меня. Фабриковали дела, даже по заявлению несуществующего судья, арбитражного суда. Покушались на убийство. Вы, воины, защищаете кого и от кого?